Прошу принять меры по поводу вашего сведения, что... Прошу обратить внимание на то, что... Прошу принять незаконный макар. Иванов Дмитрий Иванович, вы снимаете по января. Прошу разобраться в ситуации, сложившейся... Насколько можно ходить и просить. Приветствую вас, неравнодушные телезрители. В эфире программа «Книга жалоб» и я, её ведущая, Анна Серикова. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счёт средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. Об этом говорится в Конституции Российской Федерации. В главном документе страны сказано и то, что мы имеем право на качественное оказание услуг. Но в реальности до сих пор сталкиваемся с очередями в больницах, хамством и непрофессионализмом некоторых работников здравоохранения. Сегодня в нашей программе мы рассмотрим дело пациенты против врачей или врачи против пациентов. Хотя расстановка сил должна быть другой. Врачи и пациенты против болезни. Серёжа Емельянов родился в апреле этого года. Он долгожданный ребёнок. Проблем со здоровьем у малыша не было. Все неприятности начались в октябре. Шестнадцатого числа у нас был врач врача. То есть у ребёнка сопли был и кашель. Такой, ну, заметный. Шестнадцатого числа у нас проходила, смотрела, сказала, что у нас просто проступная и что у ребёнка лезут зубки. Потом у нас двадцать четвёртого числа у нас был вызов скорой. То есть у него уже, ну, через неделю поднялась температура 39,1. Приезжала скорая. То есть нам ставили диагноз. Зубки, то есть и зубы. Затем Кемельянова пришла участковая педиатра. Диагноз врачей скорой помощи подтвердила. Шестнадцатого и двадцать пятого числа. Двадцать пятого она пришла к нам, посмотрела ребёнка, говорит, вот у вас зубы, пейте морфосиропы. То есть я, говорит, считаю, что никакого лечения там дальше не нужно. То есть как бы ни ушки, ни нос, ничего у нас просмотренного не было. Просто спросили, какая у нас температура. И всё. Врачи скорой помощи предлагали Наталье проехать в больницу для госпитализации. Но она отказалась. Объясняя это тем, что её успокоили, сказав, что повода для переживаний нет. Однако с каждым днём ребёнок чувствовал себя все хуже. Двадцать седьмого числа у нас вечером поднялась температура 39,1. Это была суббота. Мы вызвали скорую. Со скорой уже уехали в ПО-3. Туда приехали, мы посмотрели, поставили нам диагноз ремейд. Единственное, что нам выписали аугментин. Это уже антибиотик, потому что температура держалась уже больше трёх дней. После чего мы приехали домой. То есть нам в ПО-3 предложили, конечно, остаться. Двиг не став в коридоре. Ну, то есть маленьким ребёнком, я считаю, что в коридоре лежать это нет повода. То есть на ушки даже никак не надавили, не посмотрели. Я считаю, что если бы за ушком мы уже как-то надавили, и всё. В Конституции нам дано право на бесплатное медицинское обслуживание. Только там не прописаны чёткие условия и качество этого обслуживания. Думаю, что единицы согласились бы лежать с маленьким ребёнком в больничном коридоре. Тем более, если врач поставил диагноз ремейд. Проще насморк. Наталья не входит в их число. Она отказалась от госпитализации. Лечила малыша амбулаторно. Контролировала состояние маленького пациента и участковый педиатр. По словам Натальи Емельяновой, доктор сказала, что ребёнок идёт на поправку. Но на деле оказалось всё наоборот. Малышу становилось хуже. Он постоянно плакал и кричал. В поликлинике, куда Емельяновы привезли сына, врач сразу же предположил, что это отит или мастеидит. И отправил в Сургутскую окружную клиническую больницу. Наш маленький пациент поступал в состояние средней степени тяжести. Был прооперирован со стивильной мотровки с двух сторон. Был переведён в реанимационное отделение. До того, чтобы были показания для перевода в реанимационное отделение. Он находился на стационарном лечении в течение четырёх дней. Здесь нам оказали сразу помощь первую. То есть приёмники нас без очереди пропустили с маленьких ребёнка. Осмотрел лор врач. Отправили нас на анализ крови. Рентген сразу же сделали. То есть на анализ крови там уже лейкоциты очень сильно были высокие. То есть всё было видно по этим результатам. И в первый же день нам сделали парацинтез в ушках. После чего спала температура. Но как-то состояние всё равно было не удовлетворительное у ребёнка. И томографию мы тоже делали в вечер. Заключительный диагноз вы видите на экране. Острый двусторонний гнойный средний отит. Осложнение основного сепсис. Осложнение основного острый двусторонний гнойный деструктивный мастаэдит. Ребёнок пролежал в больнице 37 дней. Процесс воспалительной височной кости случается довольно часто. Опасность его заключается в том, что эта патология подлежит хирургическому лечению. И очень часто кроме мастаэдита могут быть другие осложнения. Это такие осложнения угрожающие жизни, как менингит, как сепсис. К сожалению, диагноз АТИ, это устанавливает доктор от Ирина Леринголог, которому своевременно, может, не попадают пациенты наши в ряду, по силу разных причин. А диагноз мастаэдит, когда он в классической форме, виден с первого взгляда. Это прежде всего покраснение в заушной области, оттопыренность уха. А почему педиатр с первого взгляда не увидела, что ухо ребёнка покраснело и оттопыренно, и не выписало направление на сдачу анализов? Теперь предстоит влизнить. Специалистам Росздравнадзора по Югре Наталья Емельянова написала жалобу в департамент здравоохранения округа. В департаменте здравоохранения 21 ноября 2015 года поступило обращение жителя города Сургута на вопрос оказания помощи ребёнку. Значит, по данному факту проводится служебная проверка. Значит, направление это заявление направлено параллельно ещё и в управление Росздравнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре, в компетенцию которого входит проверка качества оказания медицинской помощи. И параллельно департаментом здравоохранения запрошена вся первичная документация, чтобы разобраться, действительно, были ли нарушения в оказании медицинской помощи ребёнка. 30 дней даётся на проверку. По истечению этого времени специалисты должны вынести свой вердикт. Но мне почему-то кажется, что в действиях врача не выявят никаких нарушений. Может быть, потому что привлечь медика к ответственности архи-сложно. Уголовные дела в отношении медработников, если возбуждаются, то прекращаются в 70% случаев. Такова общероссийская тенденция. Между тем, анализ судебной практики показывает, чаще всего сотрудникам больниц вменяются следующие преступления. Причинение смерти по неосторожности, причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Но для того, чтобы доказать вину врача, нужно пройти не одну инстанцию, написав десятки писем. Ведь ни для кого не секрет, что у наших медиков существует круговая порука, а ссор из избы не выносят. Продолжим тему после рубрики «Скорая телевизионная помощь». Здравствуйте! В эфире рубрика «Скорая телевизионная помощь» и ее ведущий Вадим Альцов. Сегодня мы с вами поговорим о ситуации, если вам понадобилось жилье, и вы обратились за его поиском в соответствующее агентство, оплатили деньги, но не получили ни жилья, ни возврата кровных денежных средств. Для аренды квартиры Алина Рябова обратилась в агентство. С ней заключили так называемый договор информационных услуг. В течение нескольких дней на мобильный телефон приходили смс-сообщения с адресами и контактными телефонами арендатора. Девушка заранее предупредила менеджера, через 7 дней она должна съехать с другой квартиры. Поэтому сроки поджимали. Я звонила к кому-то хозяину, он либо был занят, либо он был в отъезде, либо эта квартира уже под вечер занята, когда она днем была свободна. Приходится уезжать с этой квартиры, я стою без ночлега. И в этот же день, после того, как я ночь приночевала, можно сказать, в гостинице, я прихожу в эту фирму и спрашиваю, почему вы не выполнили свои условия. Я вам говорила, что в это время, что через 7 дней мне придется покинуть свое помещение. Договор с фирмой девушка расторгла, и ей даже вернули часть стоимости услуги. Но, по сути, свои обязательства агентство выполнило. Алине приходили смс-сообщения. А вот уже в каком количестве и удалось ли ей подобрать нужный вариант, фирму не волнует. При заключении договора необходимо внимательно проверять, какой вид услуги вам предлагают, в какой срок она выполняется и обеспечивает ли какой-то результат. Анализировать договор необходимо именно в этом ракурсе, попунктно проверяя обязанности исполнителя и закреплен ли в договоре все-таки именно тот итог, для чего вы пришли в данное агентство. То есть обязательства должны считаться выполненными тогда, когда информация, используемая вами по данному договору, привела к желаемому заключению договора аренды на конкретное жилое помещение. Особое внимание стоит уделять срокам действия договора. Как правило, в таких документах четко прописано. По истечении, к примеру, 15 дней условия соглашения заканчиваются и считаются выполненными. Чтобы избежать подводных камней, заранее обговорите возможные условия расторжения договора, способы возврата денег. Оформите это письменно. Безусловно, я бы рекомендовал исполнителям и заказчикам сойтись в объеме информации, какая будет представлена по данному договору. Например, в виде того количества объявлений, которого будет достаточно для заказчика, для того, чтобы он выбрал все-таки подходящее для себя жилое помещение, и которое и определит окончание обязательств по предоставлению этой информации для исполнителя. Указав данную информацию в договоре, обе стороны будут иметь гарантии исполнения обязательств. В очередной раз нашим зрителям порекомендую быть намного осмотрительнее тогда, когда все начинается, когда мы смотрим и читаем договор и подписываем его, нежели тогда, когда уже из этого договора рождаются намного большие проблемы. Итак, с вами был Вадим Мальс. К нам в программу обратилась Наталья Емельянова. Она считает, что непрофессионализм педиатра чуть было не стоил жизни ее 8-месячному сыну. Малыш несколько дней температуре. Врачи скорой помощи поставили ему диагноз ОРЗ. И предположили, что у ребенка режутся зубы. Педиатр подтвердил этот диагноз. Между тем, эффекта от амбулаторного лечения не было. Малышу становилось лишь хуже. Когда ребенок попал в Сургутскую окружную клиническую больницу, медлить было уже нельзя. Малыша прооперировали. Диагнозы – гнойный отит и мастеридит. В случае с Сережей это были расплавление костной ткани воспалительным процессом, сформирование полостей, деструкции, то есть разрушение костной ткани социлингового отростка. Отсюда и была угроза его жизни, то есть возможности проявления мозговых осложнений в виде абсцессов и манегитов и проявления септических осложнений, которые, собственно, мы лечили в школе традиционного отделения. Больше месяца Сережа Емельянов с мамой провели в больнице. Сейчас их выписали, и они дома. Наталья Емельянова написала жалобу в департамент здравоохранения ЮГРЫ и заявление в прокуратуру города. После всего, конечно, я написала заявление в прокуратуру, чтобы хотя бы разобрались, как так появляются записи с карты. Ну и вообще, чтобы это не повторялось. И вся бы наших докторов, педиатров проверяли на их операцию. Потому что от них зависит жизнь детей маленьких, и тем более от других, даже больше, и дети не могут сказать, что у них болит. Вот что говорят по поводу сложившейся ситуации в детской городской поликлинике номер 4. Ребенок наблюдался в детской поликлинике, в городской поликлинике номер 4, в период с 16 октября по 28 октября. В этот период неоднократно был осмотрен участковым врачом-педиатром, дежурными врачами-педиатрами, кроме этого сотрудниками скорой медицинской помощи и дежурным педиатром в приемном отделении городской клинической больницы номер 1. Было зафиксировано два вызова. 16-25 октября полный осмотр ребенка включает в себя осмотр кожных покровов, слизистых органов слуха, бронхолебочной системы, щеборительной системы. Осмотр ребенка был выполнен полностью, в полном объеме. Лечение было назначено по установленному диагнозу ОРВИ. Это при том, что квалифицированный врач легко может определить настоедит по красному и отопыренному уху маленького пациента. Почему лечащий педиатр этого не заметила? На начальном этапе возможно из-за скрытого течения болезни. А дальше? Я думаю, что врачи должны полностью отследовать и при малейшей температуре все равно делать анализы какие-то, которые могут показать, есть что-то, воспалительные процессы или еще что-то в организме, объем лечебных и диагностических мероприятий определяет лечащий врач. В данном случае анализы назначены не были. Все показания достаточно индивидуальны. Оценивается состояние ребенка и с учетом общего состояния и наличия клинических объективных признаков назначается определенный объем исследования. Доктор имеет сертификат специалиста, нет квалификационную категорию, достаточно большой стаж работы, обращений по поводу некачественного оказания медицинской помощи зафиксировано не было. Мама Сережа утверждает, что им не выписывали направление к отоларингологу. А вот в карточке, которую, кстати, не выдают на руки пациентам, написано совсем другое. Но в карте у нас появилась запись, что 26-го числа мы были у врача на приеме, что у нас отит на правое ушко. То есть после этого мы оказались дома. Никакого лечения, ничего там не было. То есть мы принесли сюда копию карты нашей. Записи сделаны педиатром, что она у нас была чуть ли не каждый день. Сейчас в поликлинике проходит проверка. Решить спорную ситуацию в данном случае может экспертиза, которая проводится лицом, имеющим специальные познания. Но, как правило, ее осуществляют коллеги врача, что, естественно, может вызвать сомнения в объективности результата. И очень хочется обратиться к этому педиатру с просьбой, что если она не может поставить правильный диагноз, сразу же, она знает, чтобы она назначала сразу какое-то лечение. Не знаю, анализы. В первую очередь анализы давать ребенку, тем более, если у нее недостаточно квалификации работы с детьми, то либо она пускай идет, учится, повышает свою квалификацию, и просьба не калечить больше людей. Несмотря на наличие огромного числа случаев врачебных ошибок в медицинской практике, термина «врачебная ошибка» в российском законодательстве не существует. Это понятие не зафиксировано ни в одном юридическом документе. Между тем, применяется другой термин – не надлежащее оказание медицинской помощи. Проблемы в здравоохранении существуют, и о них нельзя не говорить. В этой очереди нехватка узких специалистов и ханство некоторых врачей. И огромная кипа документов, которые необходимо заполнить во время приема. Некогда доктору детально обследовать пациента, когда над ним, когда моклов меч, висят отчеты и аргументация каждой медицинской манипуляции. К тому же зарплата является немаловажным фактором качества работы. Но все эти возможные причины того, что специалист чего-то не досмотрел, сводятся к нулю, когда речь идет о профессии врача, а на кону – жизнь человека. Проблема существует, где педиатры не квалифицированы, я считаю, относятся к своей работе. То есть они не справляются. Ну и будем разбираться дальше, дать ответов со всех органов, куда мы написали свои заявления. Ну и дальше, я думаю, что все равно будем добиваться того, чтобы наш педиатр как-то отвечал за свои поступки. По оценкам независимых экспертов, ежегодно смерть пациентов в результате ошибочных действий медицинских работников Российской Федерации наступает в 45-50 тысячах случаев. Эта история произошла в Сургуте в начале ноября. Следственным отделом по городу возбуждено уголовное дело в отношении заведующей отделения врача-педиатра педиатрического отделения номер 2 детского стационара клинической городской больницы номер 1. По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации «Халатность, повлекшая смерть человека». По версии следствия, 2 октября 2012 года сотрудник медицинского учреждения в следствии недобросовестного отношения к службе не приняла должных мер по оказанию надлежащей медицинской помощи трехлетней девочке, поступившей в лечебное учреждение по медицинским показаниям. В результате ребенок, которому своевременно не было назначено лечение, скончался в этот же день в реанимации. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на усыновление всех обстоятельств трагедии. Только вот доказать вину врачей и привлечь их к ответственности удается крайне редко. Потому совет. Пишите все беседы с врачом на диктофон. Просите обосновывать назначение или отказ в назначении каждой манипуляции. Делайте копии анализов и записи медицинской книжки. Вы имеете на это право. Кроме того, если вы не можете найти контакт с врачом или недовольны результатами лечения, пишите заявление заведующему отделением или главному врачу. По закону вы имеете право сами выбирать лечащего врача и поликлинику, в которой хотите наблюдаться. Это была программа Книга жалоб. Берегите себя и своих близких. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин